Караганинская область является самым обеспеченным врачами региона. При этом область испытывает острую нехватку медиков. Парадокс. Однако статистика, приведенная начальником управления здравоохранения Марата Мобео, такова. Куда уходят кадры? Этот и другие вопросы были подняты на селекторном совещании под председательством главы региона. Все подробности далее. В своем отчете главный медик области рассказал и о положительных показателях в сфере здравоохранения. К примеру, рождаемость увеличилась, да и население стало здоровее. В частности, отмечается снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от него. Сократилось количество страдающих от болезней системы кровообращения. Уменьшилось количество ВИЧ-инфицированных. Снизились показатели младенческой смертности. Однако есть и проблемы, которые необходимо решать. В их числе старение и нехватка кадров. Более детальный анализ показывает кадры уходят в так называемые тихие места. Для медицины, которым является это санаторий, там ребенка, который техническую помощь не оказывает. Несмотря на то, что бюджет здравоохранения области по сравнению с прошлым годом увеличился и составляет более 44 миллиардов тенге, материальной базой, особенно в сельской местности, обеспечены не все врачи. Потому в села медики ехать просто не хотят. Утечка кадров имеет место быть. Например, в Харажанском регионе выехала семья из-за того, что не обеспечены были ни подъем, ни деньгами. Даже главный врач городской центральной больницы написал заявление об увольнении из-за того, что у нее нет жилья. А вот с педагогическими кадрами ситуация лучше, говорит начальник управления образования Исенгазы Иман Галиев. Потребность в специалистах на начало нового учебного года составляла 91 человек. Тем не менее, все школы полностью обеспечены необходимыми кадрами. Всего в этом году принято около 600 молодых специалистов. Из них в сельские регионы направлены 298 учителей-предметников. Сейчас полным ходом идет переподготовка учителей. С начала года сертификат курсов нового формата получили 212 педагогов области. Еще 318 планируется переподготовить до конца года, рассказал главный педагог области. В области ликвидирован дефицит ученических мед проводится капитальный ремонт и строительство новых школ, в том числе взамен аварийных. Таким образом, количество аварийных школ по области сократилось с единицы до 0,5. Продолжается работа по обеспечению школ современными предметными кабинетами и компьютерной техникой. К интернету подключено уже почти 80% общеобразовательных школ. С начала нового учебного года в расписании школьников появились новые предметы. Краеведение, казахстанское право – основы акмеологии личного и социального успеха. Развивать логику и мышление решили с помощью факультативов по шахматам. Кроме того, в рамках программы «Балапан» число дошкольных организаций за последние два года возросло на 39 единиц, прозвучало в докладе. Продолжение следует...